Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, является основой для стабильной работы и развития экономического потенциала всей нашей страны. Несомненно, свой вклад в развитие отрасли вносят и металлурги Карачаево-Черкесии, а именно Урубский горно-обогатительный комбинат в Медногорском, долгие годы успешно занимающийся добычей и обогащением медно-колчеданной руды Урубского месторождения. Искренние слова благодарности работникам, кто связал свою жизнь с металлургической отраслью за преданность своему делу, ответственность и профессионализм. Карачаево-Черкесия и Волгоград стали лидерами по урожаю пшеницы третьего класса на юге России, сообщают в Центре оценки качества зерна. В лабораториях обследовали мягкую пшеницу в четырех федеральных округах и 17 субъектах. И лидерами по объему выявленной пшеницы стали два региона. На полях Карачаева-Черкесии продолжается уборка зерновых колосковых культур. В этом году их площадь составляет более 95 тысяч гектаров. В целом в этом году планируют собрать урожай с площади более 125 тысяч гектаров, в том числе зерновых, колосковых и технических культур. Модернизация здравоохранения республики, промежуточные итоги капремонта и строительства медучреждений. Эти и другие темы обсудили на круглом столе, который прошел в Черкесске с участием депутата Госдумы Султана Узденова, представителей регионального отделения партии «Единая Россия» и руководства больниц, городов и районов Карачаева-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Со всеми причастными к этому министерствами мы в плотном графике работаем. И для нас самая главная, важная задача – это то, чтобы эту работу ощущали на себе люди. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи всем жителям Карачаева-Черкесии – главная цель региональной программы модернизации здравоохранения, разработанной в 2019 году. Министр здравоохранения Динара Камурзаева доложила о проделанной работе. Мероприятия, которые перед нами стояли в 2019, 2021, 2022 и 2023 году, выполнили на 100%. Все объекты введены в эксплуатацию. Прошлый год у нас был рекордный. Мы 20 объектов здравоохранения в совокупности отремонтировали и построили. Где-то немножко задерживались в силу ряда причин, сложностей, необходимости переделывать проектную документацию. В этом году приступили к реализации еще шести новых объектов. По ним в настоящее время заключили контракты под ключ, одновременное проектирование и строительство. По всем объектам разработана проектно-смертная документация. До конца месяца мы получим экспертизу и начнем реализовывать. Есть сложности, конечно, у нас с реализацией. Только в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре объекта, среди которых врачебная амбулатория в Домбае. Вместе с тем были отмечены и недостатки. Так, города с численностью населения более 50 тысяч населения в программу модернизации не попадают. Поэтому первичная медико-санитарная помощь в Черкесске не модернизируется. Ситуацию можно исправить при внесении изменений в федеральное законодательство, отмечали участники круглого стола. Большинство жителей республики не ходят на диспансеризацию, а строительство новых учреждений здравоохранения меньших площадей, чем было ранее, вызывает недоверие у населения. Роль партии должна быть в том, чтобы проводить разъяснительную работу населению. Что новые модели оказания медицинской помощи, они сейчас требуют и меньших затрат, и меньших площадей и всего основного. Здравоохранение – это наша основа. Без здорового поколения, без здоровья у нас как бы не будет будущего. В первую очередь хочу, знаете, выразить благодарность главе республики, товарищ Борисович, за его пристальное внимание, которое он уделяет непосредственно направлению здравоохранения. Круглый стол проходил в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Али Баташев, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Из Черкеска в зону СВО отправились два автомобиля повышенной проходимости. При посредничестве Народного фронта УАЗы бойцам из нашей республики передало руководство управления налоговой службы по Карачаевой Черкесии. Подробности в сюжете Артура Махце. Из Карачаева-Черкесии в зону СВО грузы поддержки отправляются на регулярной основе. Многое делается по запросам наших земляков, участвующих в обеспечении мира и порядка на новых российских территориях. Но есть то, что там необходимо постоянно. Например, транспортные средства повышенной проходимости. Машины всегда востребованы. И сейчас эта востребованность не снижается, к сожалению. Напоминаю, что мы передаем машины уже не первый раз от федеральных органов власти в рамках выполнения распоряжения правительства Российской Федерации. И еще раз призываю всех, у кого есть машины, которые не востребованы, либо которые под списание, либо которые, ну, нет в них такой уж необходимости сейчас в мирное время, пожалуйста, обращайтесь в Народный фронт. Мы поможем вам передать их нашим ребятам на передовую. На этот раз два автомобиля повышенной проходимости были переданы бойцам из Карачаева-Черкесии руководством регионального управления Федеральной налоговой службы. По исполнению распоряжения правительства были подготовлены два технических средства УАЗ «Патриот» и передаем на безвозмездной основе. Данные транспортные средства находятся в хорошем техническом состоянии. Прошли проверку в станции технического обслуживания. Надеемся, что они принесут пользу нашим бойцам. О способах применения такого транспорта в зоне проведения специальной операции рассказали и сами военнослужащие. Приехали забрать две машины УАЗ «Патриот» высокой проходимости для выполнения боевых задач на зоне СВО. И как бы… Скажите, зачем они нужны? Они нужны для эвакуации раненых на поле боя, так как они не как прямая военная техника, их трудно заметить. По словам военных, уже через пару дней они доставят УАЗы к месту назначения, где в них в силу ряда характеристик имеется большая необходимость. Артур Мхц, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. До конца сентября этого года у жителей Карачаева-Черкесии есть возможность пользоваться скидкой в общественном транспорте республики. Что необходимо пассажирам, чтобы экономить с каждой поездки по 5 рублей, выяснил корреспондент Артур Мхц. Уже более месяца у жителей Карачаева-Черкесии есть возможность экономить с каждой поездки в автобусах и троллейбусах республики. Скидку 5 рублей можно получить при условии оплаты проезда картой МИР, загруженный в смартфон. Предложение от платёжной системы МИР продлится до 30 сентября 2024 года. Мы стремимся сделать процесс оплаты проезда в общественном транспорте не только быстрым и удобным, но и выгодным. Наше предложение, которое сейчас действует в Карачаево-Черкесии и продлится до конца сентября, позволяет экономить 5 рублей от стоимости каждой поездки, если вы её оплачиваете картой МИР, загруженной в смартфон. Чтобы начать пользоваться скидкой, необходимо скачать на телефон на базе Android один из мобильных платёжных сервисов. Например, это может быть специально созданное для держателей карт МИР приложение МИР Пэй. Процесс регистрации занимает не более минуты. После загрузки данных карты МИР можно сразу оплачивать поездки со скидкой. Для оплаты проезда необходимо лишь поднести телефон с включённой функцией бесконтактной оплаты NFC к терминалу. Сумма с учётом скидки спишется с карты автоматически. На некоторых маршрутах терминал может выдавать чек или билет на полную стоимость проезда. При этом с вас спишется стоимость с вычетом скидки. Это обусловлено базовыми настройками терминалов и, к сожалению, нельзя изменить. Это просто нужно знать и понимать. При этом размер скидки перевозчикам компенсирует платёжная система МИР. Важно понимать, что перевозчики региона получают 100% оплаты проезда. При этом вы, как пассажиры, получаете скидку. Узнать, что скидка действительно была предоставлена, вы всегда можете в мобильном приложении вашего банка или, например, через пуш-уведомления или смс-уведомления, в зависимости от того, что предусмотрено в вашей карте. Получить скидку на проезд можно в автобусах и троллейбусах республики, где есть терминалы для приёма бесконтактных банковских карт. Сегодня в Карачаево-Черкесии курсирует порядка одной сотни таких транспортных средств. На сегодняшнюю минуту около 2000 транзакций в день осуществляется по проезду по этому приложению. Хотелось бы, конечно, чуть больше видеть, но я думаю, что ещё не все наши пассажиры в курсе, что у нас эта акция проходит. Со временем раскачаться, разбежимся. С информацией о правилах предоставления скидки на проезд и маршрутах перевозчиков, участвующих в акции, вы всегда можете ознакомиться на сайте и в мобильном приложении программы лояльности платёжной системы. Добавим, что в акции участвуют все карты МИР, в том числе виртуальные, которые выпускают многие российские банки. То есть не обязательно иметь карту на физическом носителе. Достаточно выпустить её онлайн в приложении своего банка. А далее просто загрузить данные карты МИР в платёжное приложение и оплачивать проезд со скидкой с помощью смартфона. 22 единицы нового спортивного оборудования и инвентаря получила спортивная школа Олимпийского резерва в Черкесске. Тренажёры, ядра, копья, диски и многое другое для занятия лёгкой атлетикой. Спортивное оборудование приобретено для наших спортсменов в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина. И такую поддержку Карачаево-Черкесия получает не первый год. Наш выпуск завершён. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Беллой Джозаевой. А я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok